Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Оксану. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. У нее сверху накидка прозрачная таким синеватым цветом. И силами его намеряюсь, беру эту накидку и отправляю ее в клетку-тюрьму. На счет 3, 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. И я даю команду. На счет 3, сканер начинает сканировать пространство над головой Оксаны под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия любых цивилизаций. От этого всего выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму и ответственные за эти подключки. Эти энергии силами его намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Оксаны. Находит все. Один канал. Синий дракон. Считает цифры над головой. 806. Синий дракон, а почему ты думаешь, что тебе безнаказанно останется вот этот твой вход в биополе человека, который прочитал манифест? Он нервничает. И я достаю печать дракона, включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Да, будет так. А так есть. Синий дракон получает удар 200 тысяч герц. Пошел удар. Стоп. Выключаю печать, убираю ее. Повторяю свой вопрос. Как долго ты находишься в этом биополе и почему ты в него зашел? Получается, что у нее она выставляет себе защиту. Как оболочка, как шар вокруг нее. Вот на этот шар он сбросил свою накидочку. Посмотреть, как можно будет попасть внутрь. То есть он в клетке сидит и на чем попал? Оно касается ее биополей. Когда это произошло? Два с половиной месяца. Так. Что еще, кроме твоей накидки, находится в ее биополе? Ничего. Да? А энергия? Есть. Это уже что-то, правильно? И я даю команду на счет 3, включая Оксане внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 она начинает выдавливать из себя все патогенные энергии, находящиеся на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Энергия выходит, формируется в шар перед ней. Шар начинает крутиться и наматывать все эти энергии. Если есть подключки, все безболезненно выходит и входит в этот шар. Шар останавливается автоматически, когда 100% будет выведено из биополя Оксаны. Получается, что вот эти энергии, они такого же цвета, как накидка, и они потихоньку проникали в нее, как просачивались в ее энергополя. Готово. Большой шар? Как мяч. Как мяч. Синий дракон. Открывается под шаром портал в галактической ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Так, ты зашел в человека, который осознанно выставлял защиту обманом. Я не думаю, что это такое легкое преступление. Я спрошу Ли. Ли, прошу, пожалуйста, выйди со мной на связь. На связь? Ли, у меня сейчас синий дракон, который человек выставляет защиту, он на него накидочку накидывает. Как расценивать такой факт? Это проверка. Она зачитывала манифест и работает над собой. Накидка в клетке. Она говорит, что что-то ей не хватило сжечь ее. Что-то ей не хватило сжечь ее. Хорошо. Понял. Благодарю тебя. Я дальше тогда сам буду работать. Хорошо. Оксана, вам чуть-чуть не хватило осознанности или намерения, сила своего намерения сжечь эту накидку. Сейчас мы сделаем следующее. Я выставляю от вас, от Оксаны выставляется канал к накидке. Один, два, три. И я начинаю реверс всей энергии, которая осталась от Оксаны в этой накидке. Один, два, три. Забираем все назад. Все светлые частички по праву. Все назад. Он ее изучал, ну, через накидку, я имею в виду, он ее сканировал, ее мысли возвращаются, развитие какого-то. Все назад возвращаем до ста процентов, все свое по праву забираем. Планы. Дракон, если я тебе сейчас память сотру и все твои планы, вот как ты будешь чувствовать себя? Уменьшу тебя в два раза и повешу 500 килограмм на каждую лапу и отпущу таким тебя в космос. Он не стирал, он изучал. Изучал. Хорошо, я тебя так буду изучать. Готово. Тебе это понравится? У вас нет. У вас нет технологий изучать. Ну, вот я и буду их делать. Надо с чего-то же начинать. Начнем с тебя. Уж как получится тебя изучить? Он показывает, что у него стоит какая-то плотная, назовем это защитой. Но это генетическое, что не дает чужим считывание. То есть у них между собой общение телепатическое может происходить. Но для чужих оно закрыто. Определенным кодом их. Хорошо. Это ты можешь. А я могу вот так сделать. И уменьшаю дракона силам его намерения в два раза. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Где твоя генетика? Он говорит, это, конечно, неприятно. Я понимаю. Я тебе просто показал, что мы тоже что-то умеем. Возвращай ему первозданные размеры. Я не сказала, что вы ничего не умеете, раз я в клетке. Дракон, скажи мне сам, что ты сделал неправильно, на твой взгляд, в этой ситуации. О чем ты больше всего сожалеешь? Не досмотрел. Не думал, что будут такие проверки. А может быть, все-таки ты допустил какую-то ошибку в расчетах, и человечество начинает просыпаться, осознанность повышается, технологии поступают. Мы работаем, другие работают, времена меняются. Может быть, так? Надо сделать какую-то поправку, где паразитировать, а где не паразитировать. Мы все живем в огромном мире. Ну, тут с тобой не поспоришь. Сколько тебе лет в человеческих годах, дракон? Да не живете столько лет. Это не ответ. Но я молодой. На ваши годы, я бы сказала, 40. Чуть-чуть за 40. Мы встречали высоких драконов за 10 тысяч. Трехглавых встречали огромных. Белых, красных, синих встречали. Еще кого-то цвета было. Так что мы уже встречались с представителями ваших цивилизаций. Поэтому мы немножко информированы, как обстоят дела. И мы встречали действительно осознанных драконов, которые понимали их ошибку. И ошибка была не в том, что их нашли, и что они что-то неправильно сделали, а то, что они не рассчитали то, что человечество действительно в состоянии проснуться и стать осознанным. Я это знаю. Это видно. И многие начали уже уходить прямо из матрицы Земли после этого дракона. Я тебе ни на чем не намекаю. Меня интересует только этот человек. И поэтому я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в его биополе. Я даю слово синего дракона, но я бы хотела уточнить, что для нас потенциал Земли, как планеты, и ее население все-таки остается, так как 75% населения еще спит. У тебя даже больше информации, чем у меня. 75%, я думал, 95% еще спит. Но ты думаешь, уже 25% проснулись? Вполне возможно. Вполне возможно. Конечно, у вас есть потенциал. Я даже знаю, что вы очень давно... Кто-то проснулся, кто-то на пути. Кто-то проснулся, кто-то на пути. А как вы будете свою тактику менять, когда человечество проснется? Будут другие времена. Будут другие времена. Понятно. Интересно было с тобой общаться, дракон. Но ты должен понять правильно мою реакцию. Ты дожил в тело, в биополе человека, который мы уже чистили. То есть это вызов лично мне. Так как я вижу, что человек старался, ты все-таки обошел его в силу своего развития в этой сфере. Тем не менее, ты сейчас стоишь в клетке в тюрьме. Поэтому сделаем выводы, как мы, так и вы. Оксана будет силой своего намерения научиться сжигать эти все накидки, если она их чувствует. И сейчас я покажу Оксане, как это делать. А синий дракон сделает свои выводы, которые он сам понимает. Хорошо, я подхожу сейчас к Оксане. Вернее, не даю Оксане команду. На счет три сформировать импульс, высокая бродсона шока удара и сжечь канал к дракону. Один, два, три. Удар. Сжигается канал к дракону. Превращается в пепел. Открывается портал в галактическое ядро. И этот канал улетает в галактическое ядро на переработку. И я даю команду Оксане на счет три силы ее намерения сжечь эту накидку, которая находится в клетке в тюрьме с волей своей. Сформировать все в один кулак и сжечь. Один, два, три. Удар. Сжигается накидка. Готово. Получилось у нее? Она использовала, как сказать, силы и энергии Земли. Замечательно. Отлично, Оксана. Вы сами нашли, как вам этот решать вопрос. У вас все отлично получается. Работайте над собой. Вы на правильном пути. И под этим пеплом открывается портал в галактическое ядро. Он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Отпускаем синего дракона. Все, дракон, мы с тобой все обговорили. Больше поля в это ты не приходишь. Все понятно, да? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Давай посмотрим, сколько Оксане нужны энергии. И какая частота вибрации? 350. И? 26. 6 между 6 и 7. Ну, что-то 28 пришло. Хорошо, 6, 7 возьмем. На счет 3 в макушку головы Оксаны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Заливаются пустоты, образовавшиеся от энергии интерферентов. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Как вы себя чувствуете, Оксана? Энергии много во мне. Легко дышится. Замечательно. Вы слышали, как заправлять себя энергиями. Числа вы слышали, которые вам необходимы. Каждый день заправляйте себя. Прочувствуйте этот процесс. Он длится пару минут. И все у вас будет. Вы будете заряжены. Ни один интерферент не сможет войти. У вас уже, в принципе, почти все получилось. И защита у вас стоит. Но дракон просто сильнее оказался. Вы не знали, что силой своего намерения вы можете не только защищаться, но и сжигать. Подключку в вашем биополе. Как и любого интерферента. Она должна использовать свои родные энергии Земли. Конечно. Моя душа. Она должна использовать свои энергии Земли. Как вы использовали в этом сеансе, когда вы сжигали накидку, и как вы сжигали канал. У вас все отлично получилось. Хорошо, мы здесь закончили. Давай сейчас тогда перейдем ко второй части. У нас встреча с высшим Я. И куратора пригласим сразу. Приглашая куратора Оксаны, куратор Лидия, просим, учитель Лидия, просим прийти вас к нам в комнату. Да, здесь. Мы приветствуем вас, уважаемая Лидия. Рады видеть снова вас в нашей комнате. Проверь, пожалуйста. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она как королева, у нее мантия и корона, потому что она к высшему я собралась. Хорошо, замечательно. Лидия все знает. Лидия, у нас сегодня встреча запланирована. С высшим Я мы просим вас нас сопроводить, как в прошлый раз. Вы дели вы так любезны. Приветствую вас всех. Дарю энергии Земли. Благодарю вас. Принимаем эти энергии. Рада встрече. И счастлива подняться вместе с вами к высшему я, Оксану. Замечательно. На какой уровень мы идем? Высшая Я на ком у нас? На 10 или 12, я не помню. Посмотри, Верочка. На 10. Но благодаря развитию Оксаны высшая Я двигается вперед. Отлично. Вот это хорошая новость, действительно. Отлично. Очень приятно такое слышать. Хорошо, Верочка. И тогда забери в свои крылья Оксану. И вместе с Лидией и мною на счет 3 поднимаемся на 10 уровень высшего Я, Оксаны. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстается гласно своему эфирному коду ДНК. Мы просим высшее Я, Оксаны, Миру выйти к нам. Мы хотели бы пообщаться с ней. Рада снова видеть и приветствовать вас на этом уровне. Мы очень рады видеть снова вас, уважаемая Мира. Как в прошлый раз мы говорили, не прощаемся, так и случилось. Уважаемая Мира, Оксана написала нам 10 вопросов с просьбой задать им своему любимому высшему Я. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Не все нужно знать, но я постараюсь объяснить вопросы. То, что можно безусловно. То, что можно безусловно. Мы услышали приятную новость. Нам Лидия сказала, куратор, что высшее Я начинает потихонечку движение дальше наверх. С этого уровня. И мы очень рады этому, безусловно. Наблюдать, как осознанность человека влияет на будущее. Поздравляем вас с нашей стороны. Именно до этого и дается жизнь, чтобы развиваться и продвигаться. Да, абсолютно верно. Благодарю вас, уважаемая Мира. И я начинаю с первого вопроса. Итак, были у моей души воплощения на других планетах? Если да, то на каких? И какие задачи я там решала? Ну, конечно, были. Земная душа, как и все остальные, получает свой опыт на разных планетах, созвездиях. Может, вы назовете ей пару планет, на каких она находилась? И какие задачи там решала для того, чтобы осознать в этой жизни, что она уже прошла? Какой опыт получала? Она из жизни была на Орионе. Там совершенно другие энергии. И живут разные по своей структуре цивилизации. С одной стороны, это немного напоминает Землю. Здесь до сих пор еще борется добро и зло. Но цивилизация... Цивилизация очень развитая. Когда... Когда-то очень давно посещала Землю. Поэтому это как обмен опытом. Вы сейчас имеете в виду Египет, скорее всего, да? Да, это тигры яйца. Это планета Земля. И чем она занималась, душа, в том воплощении на Орионе, в созвездии? Какой у нее был опыт там? Изучала историю Ориона. Вот как. Очень интересно. У Ориона наверняка история по обширной, чем у Земли. Огромная история. Огромная история, да. Вы правы, мы встречались. Прогрессивное развитие. Да, мы встречали уже очень много и агрессивных оттуда цивилизаций, таких как гуманоидов, ловцов душ. Они тоже идут с Сириуса. Вот, как вы и сказали, идет борьба зла и добра темных и светлых сил у них до сих пор. Поэтому мы здесь отголоски на Земле тоже получим. Просто другой уровень развития. И другая плотность. Как ваши открытия, например, ядерные технологии. Можно использовать в мирных целях, а можно уничтожить всю планету. С нашим опытом на Земле мы и то, и другое сделали уже. Как это не страшно говорить. Да, поэтому мы уже, по-моему, до дна достучались в этом отношении. Благодарю вас, уважаемая Мира. Если мы закончили с этим вопросом, и вы чего не хотите добавить, я перехожу ко второму вопросу. Очень интересный вопрос. Я бы не хотела больше добавлять. Да. Оксане нужно понять, что сейчас ее жизнь на Земле, и она полностью должна обратить свой взор на эту планету. Несмотря на то, что она земная душа. Все, что она делает, она получает опыт в этой жизни. Тот путь, который она выбрала. И это главное. Продолжайте. Благодарю вас. Второй вопрос. Уважаемая Мира, это вас касается. Чем занимается мое Высшее Я между воплощениями? Какие задачи она решает? Или оно решает? Немножко непонятен вопрос. Что значит между воплощениями? Хорошо, я объясню этот вопрос. Воплощениями это значит, когда закончилась земная жизнь, и до следующего воплощения, скажем, на Орионе. Вы видите меня? Видим. Я на десятом уровне, и не воплощена нигде, кроме моей частички Оксаны на земле. Поэтому для меня непонятно, что значит воплощение. Согласен. Благодарю вас. Это тоже ответ, очень интересный ответ. Хорошо. Можно переформулировать этот вопрос таким образом. Мы слышали от других кураторов и учителей, что Высшее Я не сидит без дела. Оно занято какими-то важными задачами, какими-то изучениями. Не могли бы Вы два слова насчет этого рассказать? Чем Вы занимаетесь? Созиданием. Приближением к абсолюту. Это самое. Осознанностью. Да. Своих жизней. Переработкой информации. Нахождение слабых мест. Планирование следующих воплощений, чтобы исправить эти слабые места. Огромный пласт работы. Благодарю вас за этот очень развернутый ответ. Все понятно. Больше у меня в этом отношении вопросов нет. Мы постоянно действительно занялись. Это только маленькая часть нашей работы. Работает. У вас практически анализ и планирование идет. Анализ и планирование. Опыт ошибок и дальнейшие возможные варианты развития. На каждом уровне идет определенное осознание. Чем больше мы осознаем наши ошибки, анализируем их и понимаем, тем продвинутее мы становимся. Это позволяет нам идти дальше и развиваться. Подниматься выше, я бы так сказал. Благодарю вас, уважаемый мир. Очень интересно. И можно задать вам такой вопрос. На какой опыт вы смотрите назад? На сколько прошедших воплощений? От какого опыта вы отталкиваетесь сейчас, находясь на десятом уровне? Сколько, скажем, жизней прожила уже Оксана? Мы смотрим все негативные и упущенные моменты, неисправленные следующими жизнями. Это слабые места. Все понятно. Благодарю вас, сердечно. Пробелы в жизни. Пробелы, да. Которые нужно заполнить и осознать. О, да. У этого процесса нет конца. Благодарю вас, уважаемая мира. Вы позволите к следующему вопросу переходить? Пожалуйста. Есть ли у меня особая связь с Архангелами? Что значит особая? Знакомые они. Может быть, лично как-то. Хотя, честно говоря, я сам могу только догадываться. Может, она пытается с кем-то контактировать, и кто-то ей отвечает. В этом плане. Здесь вы лучше должны меня знать. Или куратор, Лидия. Учитель Лидия. Я бы не стала говорить об особенной связи. Но если душа просит, ей всегда идет ответ. Если Оксана смогла установить его и четко понимает эту связь, значит, она существует. Но я бы не назвала ее особенной. Она должна чувствовать чистоту и энергию Архангела. Да, да. А эту энергию не перепутать ни с чем. Мы встречались с Архангелами, и знаем, как это ощущается на себе. Если, возможно, она достучалась, я так скажу. Нам объяснял Архангел Ханиил, как доходят молитвы, просьбы через все фильтры. Если молитва искренне от всего сердца своими словами сказана, и никто из ангелов уровнем ниже не может исполнить это желание, то эта молитва поднимается напрямую к Архангелам, и они принимают участие. Я допускаю возможность, что, возможно, у нее получилось, и она смогла установить контакт с Архангелами. Это очень часто в нашем мире бывает. Они всем стоят и готовы принять. Всем, кто до них достучится. Это земные молитвы, Грегоры. Мне нечего здесь сказать. У нас свои связи и свои энергетические потоки. Я не могу назвать их особенной связью. Это просто связь. Благодарю вас. Энергиями так же, как и с Абсолютом. Конечно. Хорошо. Мы можем дальше продолжать. Продолжай. Четвертый вопрос. Какое мое самое яркое воплощение на Земле, в котором я реализовалась по максимуму? Если можно, поподробнее расскажите, кем я была, когда жила, чем занималась и какой опыт приобрела в том воплощении. На Земле. Хорошо. Я скажу, когда ты умерла. Это 1700 год. Ты был мужчина. 33 лет. Молоденький, худой. Был убит на дуэли. Мне трудно говорить ты, так как я рассказываю о себе. Отличный скрипач. Признанный и известный. Это Россия? Да. А если он был известный, у него, может быть, имя можно спросить? Или это просто знаменитые скрипачи, единицы в мире? Что вы хотите знать? Расскажите, пожалуйста, то, что можно знать. Если можно назвать имя этого скрипача, если он был известный, ей было бы приятно услышать, кем она была, тем мужчиной. Если нет, тогда просто расскажите об этой короткой жизни в 33 года, из-за чего состояла дуэль и почему она вообще состояла. Из-за женщины эта жизнь была как пламя. Полностью все чувства были выполнены, как огонь в музыке, в любви и даже в смерти. Яркая короткая жизнь. Благодарю вас, уважаемая мира. Я понимаю, вам трудно об этом вспоминать. Но благодарю вас от имени Оксаны, чтобы она тоже знала, чем, в общем-то, ее душа в прошлой жизни занималась. Если вы позволите, мы тогда с этой темой закроем и переходим к следующему вопросу. Пожалуйста. Что мне сейчас важно знать о своей предыдущей жизни на Земле? Остались ли у меня там непроработанные узлы? Я не могу понять, почему Оксана так привязана к прошлым жизням. Я сам не могу понять. И не обратит внимания на свою сегодняшнюю жизнь и на каждодневные заботы и проблемы. Твои кармические узлы ты выбрала сама и идешь по ним. Перестань смотреть на прошлые жизни и оконись головой в жизнь сегодняшнюю. Здесь много опыта, которого ты можешь подчеркнуть, задачи, которые ты должна выполнить, те, что ты поставила сама перед собой. Это никак не связано с прошлыми жизнями, скажем так. Какие положительные способности и таланты я максимально развела в своих предыдущих воплощениях? Хотя бы о трех-четырех моих способностях расскажите, пожалуйста. Музыка. Я уже рассказала. Музыка. А еще что? У нее хорошо получалось. Математические просчеты. Архитектурные. То есть там, где точность нужна. Совершенно верно. Это очень тяжелое, вернее, важное качество. Не все люди имеют такое. То есть это концентрация. Там очень фактор много играет, чтобы владеть, так сказать, всеми этими науками. Поэтому я просто себе представляю, что человек, если он достиг развития и способностей в тех и тех жизнях, то есть какая-то генетическая память все-таки в этой жизни, возможно, у нее осталась. Возможно. Хорошо. Благодарю вас, уважаемая мира. Я перехожу к следующему вопросу, если мы закончили здесь. Какой процент негативной энергии я набрала на сегодняшний день? Какие ошибки я совершила, чтобы набрать такой процент? Назовите хотя бы самые серьезные ошибки из них. 18 процентов. Самая серьезная ошибка – это неуважение к себе, принятие грубости и каких-то решений по отношению к себе, разрешая людям не уважать тебя. Благодарю вас. И вы позволите дальше продолжать? Я говорю про близких людей. Про близких. Продолжай. Хорошо, понятно. Это касалось близких людей. Хорошо. С какими сверхспособностями я пришла в это воплощение и могу развить? Что может мне помочь в их развитии? Само развитие может помочь. Нету сверхспособностей, как таковых. Сверхспособности, что вы называете, есть у каждого живущего на Земле человека. Все, что нужно делать, это развиваться. Ясновидение, яснослышание, вплоть до левитации и выхода из тела. Все это развитие. Вопрос, насколько тебе это нужно, насколько времени ты вкладываешь в это и какая конечная цель. Ой, как вы красиво ответили, уважаемая мира. Я благодарю вас сердечно. У нас на Земле есть такая истина, чтобы стать мастером в каком-нибудь одном направлении, будь то искусство или боевые искусства, или что угодно. Нужно инвестировать не менее 10 тысяч часов работы. По мере работы, соответственно, ты поднимаешься этим уровнем. Но не каждый в состоянии 10 тысяч часов работы инвестировать, чтобы добиться и стать мастером каких-то взаимодействий. Я уже сказала, повторюсь, какая твоя цель? Какая твоя цель? Все, что тебе нужно, это установить цель и идти к ней. Тот, кто хочет, он идет и посвящает эти часы. Но не у всех цель состоит в этом. Благодарю вас. Очень мудрый и хороший ответ. Я перехожу к следующему вопросу, если мы здесь закончили. Приходи. Девятый вопрос. Мои дети, встречалась ли я со своими сыновьями в прошлых жизнях? Иногда бывает такое чувство, что меня с ними связывает не только материнские чувства, а нечто большее. Очень много вопросов про прошлые жизни. Практически все. Пересечения были. Благодарю вас. Я полагаю, это весь ответ. Мы переходим тогда к десятому, последнему вопросу. Какая у меня связь с моей тетей Лидией, ныне покойной? Для чего мне понадобилось выйти из тела во сне, войти в ее тело и пережить ее последние минуты жизни? Я не чувствовала ее боли, но я видела, что происходило с ней и вокруг. Такой вопрос. Тебе показали твои возможности, а также показали смысл жизни, который душа понимает, выходя из тела. Самая главная причина, которую нужно было проработать и понять, осознать в этой жизни, это тебе и показали для твоего будущего развития. Замечательный ответ. Благодарю вас сердечно, уважаемая Мира. Остались последние слова благодарности. Хочу выразить свою признательность и от всей души поблагодарить свое высшее Я, своего учителя Лидию, а также Влада и Веру за помощь мне и моим детям. Огромное вам всем спасибо. Если уважаемая Мира хочет от себя добавить что-то, свои копии, свои частички на земле, это был бы самый лучший момент. Да, я бы хотела добавить от себя. Я благодарю вас за эту встречу. И я бы хотела сказать Оксане, чтобы она меньше ковырялась в прошлых жизнях и смотрела назад, а больше смотрела вперед и защищала себя от неуважения. Вот как. И рвов в очередь. Да. Она сама все поймет. Безусловно. Уважаемая Мира, мы в прошлый раз вам преподносили ягоды, самые вкусные на земле. И, наверное, надеюсь, они вам понравились, если вы позволите вам сделать этот подарок еще раз. И, Верочка... Благодарю. Это был очень приятный сюрприз. Вот сейчас мы сделаем все самые вкусные. Большую корзинку. Одень, два, три. Сочные, душистые, самые вкусные сорта на земле появляются в твоей корзиночке. И передай в знак благодарности. Благодарю. И мы благодарим вас. Посылаем вам нашу искреннюю энергию благодарности за этот разговор, за то, что вы помогли нам ответить на эти вопросы в вашей частичке. Я не говорю опять прощайте, я говорю до скорых встреч. Надеюсь, если наша следующая встреча состоится, будут вопросы уже об этой жизни. Я понимаю, ваше легкое разочарование, оно чувствовалось, потому что человек действительно в прошлых жизнях немножко глубоко ковырялся. Но вы все ответили замечательно на эти вопросы. И мы благодарим вас. Очень глубокая мудрость стоит в этих словах. И я благодарю вас за этот чудесный подарок. И рада принимать вас на своем уровне. И видеть вас всех. Благодарим. Мы обязательно вернемся. Прекрасными энергиями. Благодарим вас. Хорошо, Верочка. На счет три раз синхронизируйся. Один, два, три. Берем Оксану и вместе с Лидией, Верой и мной идем в нашу комнату диагностики. Желаем мире всего наилучшего. Один, два, три. Полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемая Лидия, как вам наша встреча сегодняшняя? Хотели что-то добавить от себя? Замечания? Просьбы какие-нибудь? Мне все понравилось. Было приятно посетить десятый уровень и насладиться этими вибрациями. Да, конечно. Безусловно. Вы хотели бы что-то сейчас Оксане от себя передать? Оксане достаточно информации на сегодня. Я тоже считаю. Хорошо, Лидия. Я прошу вас, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, сочными ягодами на земле и передаю ее, пожалуйста, в знак благодарности Лидии за то, что она пришла, помогла нам. И за эту встречу мы очень рады всегда ее видеть. Скажи честно, мне очень нравятся ваши сюрпризы. Я благодарю вас с целосердцем. И нам очень нравится, когда вы их принимаете. Благодарю. И я вас, с нашей стороны, уважаемая Лидия. Я не прощаюсь, я говорю, до скорых встреч, наилучшие вам пожелания. Я на связи, до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо, обращаемся к Оксане. Оксана, вы довольны встречей со своим высшим я, куратором? У нее такой, как внутри поток этой информации, она как держит его и пытается сейчас осознать и повторить. Нужно переосмыслить. Да, сейчас только работа и начинается над собой. Хорошо, Оксана, мы возвращаем вас назад, ваш биоробот, и берем тонкую копию Оксаны и возвращаем ее в биоробот. Один, два, три. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от Оксаны, поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Есть, честь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok